У меня поломалась чвейная машинка. Сколько будет стоить ремонт? А можно дешевле? Скорее всего, могли вы слышать такие вопросы или же задумываться над этими вопросами, то видео как раз будет конкретно посвящено вот этим двум граням. Можно ли дешевле? И сколько будет стоить ремонт машинки? Ну и вообще, что вообще в принципе важно учитывать и нужно понимать, когда вы общаетесь с механиком, ну в том числе и со мной. Хотя где-то я буду говорить про свое видение, но информация, надеюсь, будет полезна вам при общении с любым другим механиком. Итак, вообще в принципе, что важно понимать? Когда вы задаете такой вопрос, то соответственно, ну вот такая либо же другая техника у вас поломана, вам нужно ее починить. Это в принципе абсолютно нормально, когда вы хотите понимать цену на работу. Ну вообще, что важно учитывать? Когда вы задаете вопрос, у меня поломалась машинка, сколько будет стоить ремонт? Ну, как бы, скажем так, это не совсем корректный вопрос. Почему? Ну, во-первых, какая именно машинка? Почему именно вот на этом делаю цен? Вам важно понимать, что машинки разные. Их очень много. И некоторые машинки есть смысл ремонтировать, некоторые нет смысла ремонтировать. На некоторые есть возможность заказать детали, на некоторые нет возможности заказать детали. Поэтому, как бы, вообще важно в принципе понимать, ну, во-первых, о какой машинке идет речь. Поэтому, когда вы задавая такой вопрос, не конкретизируйте, какая именно у вас машинка, ну, вы можете получить некорректный ответ зачастую. Или же, ну, как бы, не удивляйтесь, если вас спрашивают какие-то уточняющие вопросы. Потому что, к сожалению, когда вот я пытаюсь с человеком, общаясь, ну, понять вообще, какую машинку идет речь, человек говорит, беленькая. Ну, как бы, да, швейная машинка, она беленькая. Ну, вот, обратите внимание, сейчас стоит Toyota, беленькая, вот, допустим, John Meshka, беленькая. Куча других беленьких машинок. И, вообще, что важно понимать, машинки эти абсолютно разные. Какая-то машинка с горизонтальным челноком, какая-то с вертикальным челноком, какая-то компьютерная, какая-то обычная механика. Ну, и, соответственно, у каждой машины есть определенные свои какие-то болячки. И, соответственно, какие-то неисправности. Собственно говоря, и порядок цен от этого тоже разный. Поэтому, вот, момент первый, какой важно учитывать. Ну, как минимум, хотя бы, назовите не просто цвет машинки, а фирму и название модели. Где эти данные взять? Ну, как правило, производитель пишет сверху. То есть, вы можете увидеть, о какой именно модели идет речь. Сзади, здесь, на шильдике. Вот. Либо снизу есть какие-то опознавательные знаки. Что именно? Ну, конкретно, вот эта Toyota, к примеру. Серия А, модель FSL 18. Ну, и дальше здесь идет расшифровка, какая именно моделька. Поэтому, когда вы общаетесь с механикой, ну, вы помогаете себе избежать лишних вопросов, ну, и проще тогда вам получить адекватный ответ, сколько будет стоимость ремонта. Второй момент, на что хочется сделать акцент, и на что хочется обратить внимание. Вот, когда человек говорит, у меня поломалась членная машинка. Ну, вам важно хотя бы объяснить, как именно она поломалась. Ну, например, она не шьет, там, не двигается, от педали никакие реакции нету, или же она пропускает с кишки. Ну, почему? Вот, чем больше вы предоставите информации, тем более вы получите адекватный ответ. Ну, давайте вот рассмотрим просто некоторые моменты. Машинка не шьет. Что может быть? Может сгореть двигатель. Соответственно, цена на ремонт, и все остальное будет одна. Может просто разрегулироваться машина. Соответственно, цена будет другая. Может, к примеру, поломаться какая-то деталь. Ну, конкретно на этой машине может ломаться пластиковая шестерина. Соответственно, цена будет третья. А может, ее просто нужно отрегулировать. И, естественно, цена будет четвертая. Поэтому, когда вы говорите о том, что она не просто поломаться, а что именно с ней происходит, ну, то, собственно говоря, возникает возможность получить более адекватную цену. Как правило, есть определенный, ну, такой вот ценовый диапазон, как бы в среднем на определенные какие-то моменты, определенные неисправности. Но, вот, чтобы получить конкретную цену, ну, иногда нужно, как минимум, вот эти подробности сообщить. Ну, вообще, как это вообще процесс происходит? Как правило, человек сначала, прежде чем обратиться к тому или иному мастеру, созванивается. Здорово, если человек, допустим, может фотографию скинуть в какой-то из мессенджеров. Может быть, там коротенькое видео показать, какой дефект. Тогда уже вообще становится понятно, можно что-то сделать в этой ситуации. Или, например, мастер даже не возьмется за какой-то определенный ремонт. Да, вот так бывает, что иногда мастер даже может не взяться. То есть, как бы, вам это тоже важно понимать, чтобы не получилось так, что вы договорились с мастером, мастер приехал, ну, и тут на месте он просто-напросто развел руки и сказал, что ремонт нецелесообразен, и вы потратили просто свое время, нервы, силы. Ну, как бы, это тоже момент важно учитывать. Может быть, где-то третий такой фактор. Если у вас есть мессенджеры, ну, я надеюсь, они есть у большинства людей, прежде чем договариваться, состыковаться, ну, как минимум, сфотографируйте машинку, чтобы понятно было, о какой речи идет машина, о чем вообще идет речь. Может быть, какие-то моменты, если есть, ну, покажите это на видео, потому как зачастую так гораздо проще, чем объяснять на пальцах. Поверьте. Если ваша техника перестала шить, и по каким-то причинам вы либо не можете вызвать механика, либо не хотите этого делать, либо же просто хотите научиться самостоятельно настраивать ваше швейное оборудование, я рекомендую вам заглянуть на мою страницу. Ссылки будут в описании, либо под этим видео, либо же сбоку в конце видеоролика. Момент, который касается лично меня. Опять-таки, вот все то, что сказано было выше, применимо абсолютно ко мне. Если вы хотите получить адекватную стоимость вашего ремонта, хотя бы примерную, ну, как минимум, когда вы созваниваетесь, то, пожалуйста, назовите хотя бы, что у вас за машинка, что именно с ней, как именно она себя ведет. И тогда уже можно как-то говорить о каком-то порядке цен, о том, что может быть, сколько это будет стоить, смогу ли я вам помочь или нет. Более подробно я оставлю ссылки в описании под видео. Уже где-то, ну, некоторое время назад этот момент в отношении цены и всего остального уже затрагивал, но где-то хочется опять вернуться к этому вопросу, потому что вопросы однотипные. Вопросы, они периодически возникают, ну, и вам важно понять, что когда вы звоните, говорите, у меня беленькая машинка, ну, вы же специалист, вы что, не понимаете? Ну, поверьте, по телефону не видно, какая именно у вас беленькая машинка, что именно с ней. И, ну, к сожалению, где-то вот такая ситуация раз в неделю или раз в две недели бывает, когда человек начинает злиться, начинают появляться какие-то, ну, не очень хорошие эмоции, когда человек толком не может объяснить, что именно за машинка, что на ней написано, что с ней происходит. Ну, поверьте, все это решается гораздо проще. Сфотографируйте, отправьте фотографию на любой из мессенджеров, и уже тогда более предметные сможем с вами пообщаться. Потому что, когда вот у меня поломалась машинка, она не шьет, она беленькая, вот сколько будет стоить ремонт? Знаете, иногда очень сложно ответить. Когда отвечаешь, вот, примерную стоимость по электромеханике, люди говорят, дорого. Но поставьте себя на другую сторону экрана. Человек не видит то, что видите вы. Он не понимает, о чем именно идет речь, потому что получается именно испорченный телефон. Когда машинка беленькая, или, допустим, с цветочками, с башенкой, это вам понятно, какая именно машинка. Это вы работаете на ней. Но человек, который понятия не имеет о том, что именно у вас, не сможет вам адекватно ответить, если вы не предоставите эту информацию. Что хочется сказать в заключении. Ну, пожалуйста, не игнорируйте вот эти моменты. Если вы хотите получить адекватную цену, предварительную, хотя бы на стоимость услуг ремонта, ну, как минимум, постарайтесь применять вот эти советы, называя модель машины, марку, фирму, хотя бы по максимуму описывая, что именно с ней. Если у вас есть возможность сфотографировать или снять на видео, желательно вот это сделать, чтобы связаться с мастером, проконсультироваться, поверьте, вот эти три основных момента очень сильно сэкономят ваше время, нервы, и вы уже будете понимать, стоит ли обращаться к тому или иному мастеру, сколько примерно будет работа, целесообразно ли работа или нет. Потому что на некоторых моделях, увы, могут выйти из строя детали, которые нет возможности заказать на данный момент или вообще в принципе, и ремонт нецелесообразен. И таким образом вы не будете тратить свое время, и вы уже будете понимать, если машинка все и померла, образно говоря, нет смысла вкладывать в нее время, усилия. Бывают, к сожалению, тоже такие ситуации, и следование вот этим трем моментам очень сильно сэкономит ваше время, нервы, силы. На этом, собственно говоря, все. Пусть ваша техника не ломается. Если видео было для вас полезным, буду рад обратной связи в виде комментариев, лайка. Поделитесь своим мнением, как вот вы считаете, нужно ли еще что-то учитывать, или же достаточно вот этих трех моментов, трех факторов. Может быть, у вас был какой-то опыт, то поделитесь этим, пожалуйста. Ну и, собственно говоря, рекомендую просмотреть остальные видео на канале. Уверен, что они тоже будут для вас полезными. Всем пока! Продолжение следует...